Ну, здравствуйте! Здравствуйте! Команда красных, вы можете подниматься на болты. Спасибо. Побежали! Итак, команда синих, время подводить итоги. Сейчас вам предстоит выбрать человека, которого вы считаете виноватым в проигрыше команды. Понимаю, что сегодня кто-то поедет домой. Думаю, блин, сейчас как наголосуют на меня, то знают, что они думают. Все, значит, такие были пушистые. Напоминаю, против черных фартаков, против себя голосовать нельзя. Берите маркеры и пишите. Жанни! Голосую сугубо за рабочие моменты. Ну, все сгорело, Иван. Хайбой так. Налажал, конечно, а что? У него, ну, не выдал он ни одного блюда, во-первых. А во-вторых, все, ну, сгорело. Ванечка, одно я хочу. Я за тебя голосую только потому, что я уверена, уверена на тысячу процентов, что черный фартук тебя подбодрит. Я думаю, что Ване в прошлом конкурсе не хватило. Мозгов не хватило. Ну, как можно ты стоишь, и чтобы у тебя все горело? Я тебя люблю. Марина? Иван? Ваня в черный фарт. Я сразу понимал, что этот козел отпущения и козел по жизни будет Ванечек, Ванька. Он и такой, типа, плашок, типа, по жизни, и он будет, я так и знал, что он будет все-таки в номинации, но не ожидал того, что столько людей за него проголосует. Ваня? Я все-таки Марина, думаю, что она не знает, как забыть за вина тесто. Правильно, но я его не делала. Что ты тут делаешь? Ты молчишь, все. Я его не делала. Ой, у кого-то мервишки издает, кто-то показывает свое истинное лицо на конец. То, что Ваня там стал говорить, вы знаете, это я просто оцениваю как детский лепет и как, знаете, предсмертные конвульсии, когда человек уже просто от бессилия бросается вот на кого угодно. Иван, выходьте. Вы ожидали на такие результаты? Ну, я думаю, что будет, но не настолько много голосов будет. На вашу думку, кто мил одягти черный фартук замість вас? Абсолютно несправедливое обвинение. Ваня, ну, как для меня, он не совсем разумный человек вот на данный момент. Если ты проиграл, прими свой прогресс достойно. Ваня, дело не в заварном тесте. Дело в том, что мы приготовили все десерты, которые в первую очередь разобрали. Дело даже не в заварном тесте. Десерты составили основной доход, основной бюджет. Десерты разобрались быстрее всего. Вы что говорите, то ведь одна. Я вас не разумею. Абсолютно, абсолютно несправедливое обвинение. Иван проголосовал против моей сестры Марины, обосновав тем, что Марина не приготовила заварное тесто. Хочу заметить, что Марина заварное тесто не готовила и не собиралась готовить. То есть вообще все перепутал. Заварное тесто готовила не Марина. Вы можете подпихнуться? Можете? Аня, не связывайся, они пираньи, сгрызут. Иван, не связывайся, что ваша команда помылилась. Синяя, поднимайтесь на балкон, а вы, черная, спускайтесь. Таким бежу, мне так круто. Понимаешь, кто сегодня вылетит, кто. Но это 100% уже не я, и мне как-то без разницы все. Стоим на балконе, и такое чувство. Вау, классно, так мало людей на балконе. Добро пожаловать на битву проигравших. Перед вами девять карток. На каждой из них назва ведомой стравы. Мы выкликаем вас одного за одним, чтобы вы выбрали власную картку и оголосили нам свое завдание. Дима. Печинка с очевидцем и апельсиновым соусом. Я однозначно понял, что класс. Я попал, потому что я дома очень люблю готовить печенкой. У шек с очем и гель и соус сальса. Вика. Лопатка с грибами и сливочным соусом. Язык с карамелизованной цибулой, а соусом с хриной. Великолепно. Баварские колбаски с тушкованной капустой и пивным соусом. Ах, супер! Хорошо. Вырезка с палентой и грибным соусом. Шикарно. Данья. Нирки с зеленым горошком, кукурудзу, а голландским соусом. Париг с ливером и сметанно-чесноковым соусом. Я был доволен. Я с тестом люблю возиться. И, по идее, судьбы мне попадается уже в четвертый раз готовить тесто. Я прям уже пекарь. Серце с кускусом и соусом тартар. Я даже дуже зрадила цьому, потому что и сердце я готовлю, соус тартар я знаю. Но все равно я ждала, думаю, какой-то подвох. Но не может быть, чтобы так вот на Мастер-Шеке было сильно просто. Я сподіваюся, вы уже догадались, який ингредиент объединяет ваши стравы. Свинина. 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 Боже, что, разделывать свиню? Начнем с того, что я в жизни видел свиней. Они очень, ну, такие прям габаритные, такие, ну, прям страшные. И, ой, они так передвигаются. Ну, прямо аж так. Ну, они бывают, иногда могут даже побежать за человеком. Только не живая. Только пусть она будет мертвая, пожалуйста. Я капец думаю, вот это да, шо вы с ним робить будете, ребята? Сидёт сразу, ага, все такие в шоути. У меня отвалилась челюсть. Я когда на балконе увидела, у меня тут отвалилась челюсть. Половину людей там чуть ли не в обмороке, пот всех кидает. Я с трудно, свиня свиней. Лишь, а свинии никогда не видели. В магазине лежит только по частям разобрано уже. А я думаю, как его разделать. Буду представлять, что я Ярика разделать. Висит этот огромный хряк просто до пола. Ну вот. А-а-а, ну только не я, ну почему, я же помню, оно воняет. Как его разделать? Что, а где лопатка? Мы приготовили для вас ещё один маленький сюрприз. И он ждёт вас под коробками. Да, вот я понимал, что где-то сидит лажа какая-то. Вот, ну что-то должно. Ну не всё так просто на мастер-шеф, не всё так просто отсудив. Хочу узнать, что в этих коробках. Может, что-то такое, что мы не сможем ту свиню приготовить. Думаю, может, какой-то ингредиент такой несуместный, например, лежит. Может, у меня там кусок торта. Поднимайте. Вот это гениально, прикидываешь? Дивлюсь кошельки, дивлюсь сусідки, дивлюсь там в усі кошельки. Придумаю, блин, гроши, наверное, лежать. Сейчас будем в один одного страву викуповывать. Сейчас свиню, кто больше даст, знаете, как на аукционе, то бах. Вот это вот я не думала, что ты такой подлий судей. Не думала. А-а-а, это маникюрный набор, Чали, какой-то маникюрный набор. Пипец, ребята. Я не хотел очутиться на их месте. Такими не надо. Не, ну я, конечно, увидел у своей сестры такой набор, но так, чтобы там лично пользоваться и видеть, что там находится, меня это как-то не касается. Маникюр-то я люблю делать, но не свинью этим маникюрным набором резать. У нас же ножей нету, у нас же ножей нету. Все правильно, Никита. которая вам даст возможность одеть белый фартук, у вас будет полтора часа. И мы оставляем вам кладовые. Они будут открыты все время. Все понятно? Да. Тогда время пошло. Мы неожиданно срываемся, начинаем бежать к этой туши. Ее снять надо сначала. Она, знаете, какая тяжелая. И в итоге, хватаясь за нее, это было безумно мерзко. Вот первое ощущение, когда ты ее хватаешь. Ну, блин, со стороны, кажется, намного проще. Давайте бегом свинью за рыло и туда на стол. Давай, поросяты, давайте. И я там возле этой колонны круги наматывал, как там, где нужна моя помощь, так сказать. Что ты встал? Хри сюда! Ой, я хватаю там, оно тяжелое. Ну, в общем, думаю, Женя, будешь тут жаловаться на какие-то физические недостатки, тут вылечишь сразу. Поэтому я сквозь зубы, сквозь всю силу в руки, и все, и давай тащить, и... Ой, давайте, давай! И хлопцы заодно ногу ж поднимают с крюка сняти, а мешает им... Женечка мешает, потому что он повисился на эти ножки. Ой, бедная свиня. Одигнала его, скажи, держись за хлопців, чтобы они не впали. Так, Женя, а ну-то иди там піднімай! Иди піднімай там! Эти дураки ее за ноги хватают. Две тонны свинья, понимаешь, они ее пытаются за задние ноги снять. Да вы придурки, вы поднимите ее, снизу берите. Ну, 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 еще! Да снизу толкай, не толкай в эту дырку, да, да. Давайте! Ой, фу, слабаки! Помогайте! Тетя Таня, давай, давай, давай! Да, ребята, одну ногу сняли, потом не получалось. Вторую снять уже там Татьяна пришла в помощь, от которой мы вообще не ожидали. Те, Таня, поднимайте, Те, Таня, да, снизу! Твою мать, джентльмин, не то что мужика, чтобы ее снять. Тащу я ее, тащу, кричу, говорю, идите сюда, помогите мне! Какой вы, блядь, где вы? Ноль. Таня, давай, давай, давай. Ну, Таня дала. Тетя Таня, мочи, давай! Я подумал, сколько у бабки дури. Она все ходит такая вся несчастная, к сердцу, сердцу наеболыть вечно, охает, ахает. А эту свинью поддала так, что мы с Никитой два мужика здоровых не могли это сделать. Поднимай, 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 поднимай! О-о-о! Фу, она вонючая! Еще, еще, еще! Ну, давай ты, баба Таня! Это донесли вот эту огромную свинью, бросили на стол, и там уже мы ее крутили-крутили, как-то ее начать резать, где что. Поработите чуть сложнее, подержите. Кто-то держит, кто-то режет. Ребят, да подложите что-нибудь, чтобы она ровно лежала. Залазь на стол! Никита, залазь, я тебе говорю, рубай ее! Никогда в своей жизни я не занимался разделкой свиной туши. Я даже не видел, как ее закалывают. Я только знаю это все на словах. Молодежь, твою мать! О, огонь! И тут Таня, как, я не знаю, как король Артур, просто втыкает свой эскалибур в виде пилочки для ногтей в самый практически край. Таня, погнали! Смотри, опа! Двумя руками возьми! Двумя руками! Сразу видно, вот человек в операционной работал. Маникюрными ножницами. Я присутствую при операциях, но у нас совсем другой тип операций был, поэтому свинья к этому делу вообще никаких этих не имеет. Я просто не боюсь ни крови, ничего, но в курсе дела и все. Таня, молодец! Давай, Таня, молодец! Ей просто требовало до почек своих добратися в первую очередь. А так, как мне ей требовало до сердца добратися в первую очередь, я кричала, неправильно, правильно, сверху! Покинули, давай, сверху ризай. Вот оттуда, вот правильно, виходя, вот тут, да, вот это правильно. Ее вот так снимают, и тогда все достанет. Тут эта свинья, только мы ее немного проткнули, пошел такой жуткий, ужасный запах, вот она теплая, и тут такая массовая психозная. Понимали, что надо продолжать, тут уже вообще должен законно достать своим органом. Сердце, у кого есть там сердце, вот тут сердце слева. Вика, вытягуйте сердце! Вот сердце, Вика, молодец, Вика! Ну, когда я первое действовало сердце, я думала, что я и так много я это сделала для команды, я помогла для наших участников. А что, девчатка стоять, носи позатуляла, я должна аж ему все вытягивать. Давайте разведаемся над Хрюшей. У девочек такой режим, типа, мол, в принцессе, вот все вот это дела. Пацаны, типа, должны туши снимать. А при чем, пацаны, к вам? Если тебе не нравится, он там в стеклянной двери собрался и пошел туда. А что там все такие хитрые? Поставали, ждут, пока закончат? Оксана начинает плакать, Вика начинает ее тошнить, она к этой свинье вообще не подходит. О, Дима, как ты это делаешь? Ну, в общем, не очень приятно было, такое даже гадкое. Когда я подошла к этому хряку, у меня же фуражки в коже, смотри. Я такая, знаешь, вот просто вот так вот этими ножницами впилась ему в кожу, а он еще теплый, знаешь, у меня рука дотронулась теплой. Не знаю, мне стало противно. Я говорю, Димас, помоги мне. Я не смогу. Ну и все, я уже понадеялась только на Диму. Блин, пилочка поломалась. У меня досталась печенка, я познал, где она лежит, да, в свинье. Вот, и я пытался максимально быстро вытащить эту печенку и убежать. Боже, аккуратно, это же моя печеночка там. Ну и тут пошло, 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 и тут я выворачиваю печенку. Печеночка моя! Филешечки мои вообще в жопе. Боже! Ну, ну, как бы хватанул эту печенку, такой радый, думаю, блин. Дима, поделись, у меня тоже печень. У тебя печень сейчас, тихо. Тут подбегает ко мне Женечка, вот, и говорит, поделись. Боже, ну, думаю, если оно все полизает, то свинью кони двойны, не дай Боже. Думаю, на тебе, дал, и это забыл. На, Женька, готов! Я понимаю, что у меня же ливер, туда же входят эти потрошки, всякие вот эти вот почки, сердце. И я понимаю, что нужно действовать. Вика, у тебя сердце? Да. А у тебя много сердца? Да, ты видать? Да, 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 да. Виктория, ну, по-человечески уже, ну, пошла на уступки и поделилась. Дима! Тут зовет меня Вика, блин, я не могу ее бросить просто. А у нее еще лопатка, такое жесткое мясо. Вика, давай! Тихо! Я не могу это! У тебя что, Вика, лопатка? Фим туда рукой, говорит, Боже, как она тяжело тянется. Представляешь, на живую вот это вот отрывает, рукой это мясо от этой свиньи. Достает этот один кусок, все, мурашки, и дает мне его. А он горячий, еще, знаешь, из этой вот крови. Вика, хватит? Чаще! Наконец-то я его выдираю. Фух, думаю, Господи, слава, святым небесам эта свинья заканчивается на этом этапе. Окей, помоги мне язык отрезать, пожалуйста. Сейчас, две секи. Я сначала хочу добраться до своего, а то все все сделают, а я буду встать. Окей, помоги мне язык вырезать. Да подожди, ну, видишь, я сам стою без этой секи. Со стороны Оксаны Цурканы это просто была какая-то некоторая наглость и некоторая фамильярность, которая она себе позволила. Ты неожиданно за такое время подходишь ко мне и у меня что-то просишь. Анечка, помогите, я бы не можем вырезать, пожалуйста. Язык у кабана должен был вывален быть. Я говорю, Оксана, залезь туда подальше. У нее что-нибудь, широчка. Я говорю, эпилит. Язык видишь? Если ты язык видишь, пусть она режет язык. Тетя Таня, режим Рэмбо включать. Вырви ей все оттуда. Никто из участников, вот кого Оксана попросила, там, ребят, помогите, подержите хотя бы, ну, голову, да, чтобы я могла как-то дотянуться до этого языка. И никто не помог. Меня-то, честно говоря, удивило, поразило. Сестра, выдергуй язык! Я увидела кончик языка, потянула за него, вот, насколько это возможно было. И ножницами срезала. Мари, смотри, что у меня. Витка, Витка, столько хватит? Я не смогла больше вытащить, мне не помогли. Вот такой кусочек. Мне попался язык с карамелизированным луком и соусом с хрена. Оксану, яку частину свиньи вам пощастило отримати? Мне достался язык. Мне необходимо приготовить язык, у меня сейчас варится в овощном бульоне. Вот это язык! К сожалению, мне не хватило физической силы, чтобы достать больше языка. И мне не помогли, ребят. Я просила, чтобы помогли, не помогли. Може, причина в том, что вы також не хотели никому допомагать. Когда все кинулись на битву с свиней, вы занимались собственными справами. Никитос, вытаскивай кишки, быстрее к своему доберешься. Я просто засунул туда руку, пробежался по позвоночнику, вырвал эту филейную часть. И наконец-то у меня оказалась она в руках. Вань, да оторви тебя! И так вечно, что я сам, я один лошадь, я мучаюсь со своей свиней. Хоть бы одна гадина ему помогла. У меня слезы на глазах, я не знаю. Ну нельзя так поступать, ребят, в одной каше варимся. Я всех разумею, я бы так сам поступил. Ничего дивного нема. Он же ж хлопец, это же не девчина, что треба все кидать и бегти ему допомогать. Он хлопец. Он должен сам справиться. Рассказывайте, что вы делаете? У меня лопатка с грибами и сливочным соусом. Грибы у меня получились неровные, потому что я резала, что я их пилочкой. Я думаю, блин, ну как подавать такой судебный? Ну по-любому прицепиться. Да, думала, привалить сначала мясом, выложить грибы. Мясо сверху. Но они же начнут это все расковыривать. Ну-ну-ну, сделаю на блендере. Вы уверены? Да. Они некрасиво выглядят, спрятать их. А это для презентации грибочек оставили? Ну я думаю, еще может, да. Ваня, давай! Да что ты ножки? Ваня, это Вэри Бихтор Моус. Он, короче, вообще все там, да и девки разрывали. Ты что, не можешь засунуть руку под ту кожу, добраться, докуда тебе надо, и оторвать уже, вырвать оттуда кусок? Иван, он сидит, он шею, а он не знает даже, где ее толком взять. Он ей горло рубает, как бы, а в какую сторону ему шуровать, это уже, ну как бы, ему внутренний голос, походу, не подсказывал. Ну, по концовке, конечно, он там вырвался, кусочек такой. Мне даже понравился, какой он обнаружил, такой квадратненький, четенький, как бы. Нормально. Думаю, ему же надо еще приготовить. Я Ванечке всячески пыталась помочь. У него была шея. Я так хотела, чтобы это блюдо принесло Ване победу. Это блюдо дало ему белый фартук. И так его хотела видеть рядом с собой. Ванечка, острого перчика добавил? Вектор любит. Иване, вы получили свои шею клеить не остальным. Что случилось? Потому что шею клеить из-за дуба, так вот тут, и мне было тяжело разрезать. Ну, не знаю. Я его покрываю духовку, замаринував. А тут, не знаю, я сделал, я там венод добавил, овощи. Вы порезали ее за надто великими шматками. Может, вы скидете. Но вы еще можете врятовать свою сальсу. Подребните овощи и добавьте больше помидорей. Сальса любит томаты. Внимание! Осталось 20 минут. Быстрее! О, печенка быстро готовится. Я счастливый своим заданием. Это была печенка с чечевицей и с апельсиновым соусом. Дима, у тебя чечевица, главное ее не переварить, чтобы она не была рассыпчатой. Тут я смотрю, что чечевица просто разварилась. Тут мне кто-то кричит, Дима, чечевицу ж надо не забыть. И тут я сам вспоминаю, что она шварится там просто 10 минут. Пришлось выбросить чечевицу, заново поставить. Что вы делаете? Ой, сама не знаю, Тань, понесло меня. Это овощи, я вижу, да? Да. Не хочу, вот он не идет. Я не хочу сегодня голландский соус. Можно поспорить, а почему именно голландский соус к этому блюду? Почему не такой вот овощной? Ну вот почему? Вот мне почему-то так вот почудилось, что его лучше будет. Если ваш план не сработает, вы очень сильно рискуете. Как просыпается ваша справа? Значит, я делаю пирог, но я сначала его выпеку, а начинка у меня будет сверху. Это плесное тесто. Мне нужно красиво его оформить. Это у меня варится печень и сердце. Я потом его растолкую вместе со сливками, специями. Добре, але зверніть увагу на зовнішний выгляд вашего пирога. Вы же не збираєте залишити его краю в такому стані. Я щас поработаю над этим. А що у тебе, Никита, вырезка с полентой? Вырезка с полентой и грибным соусом. Дайте мне ваш соус попробовать. Что это такое? То есть вы считаете, что это соус, да? Я вот только-только-только снял. Я его все равно перед подачей чуть разъеду, он будет более... Чем вы разъедете перед подачей? Сливочки добавлю немножко. И вы считаете, этого достаточно? Не хватает бульончика? Он мне посвятовал добавить туда бульона немного. Но я ему сказал, да-да, у меня есть. Но я забыл тот факт, что я уже мясо переложил. И сок, который у меня был от мяса на пергаменте, я уже его вылил. У меня сердце с кускусом и соусом торта. Соус у меня в холодильнику. Кускус я взяла кипятным молоком, рассопленным сливочным маслом. Водівка, что не перетворився, и не сирий, да? Спасибо. И затрамбовали цей кускус в оцю формочки свои. Свий нижний, прекрасный кускус я зацементировала. Осталось 5 минут. Ангелина, ускоряйся! Да не могу, мне кишка порвалась! Мне достались баварские колбаски с пивным соусом и тушеной капустой. А, у меня лопнула кишка, и вот эта вся колбаска вот так вот. Я уже смотрю на нее, не могу вообще понять, что с ней делать. Что, 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 что? Говори, говори, говори. Ты мне ничего не получаешь! Зайка, успокойся, во-первых, расслабься. У меня истерика, подбежал Никита там, что тебе помочь, помог мне там. Я очистила эту колбаску, он ее растянул, вывернул, мы там уже завернули. Когда оставались последние минуты приготовления, я смотрю, что у Ангелины там реально просто запара дикая происходит. Она не может справиться с кишкой, она попыталась начинить кишку колбаской, и она у нее лопнула. А давай ее быстренько очищать, там чуть намотал, что я смог сделать. Там говорю, все, Ангелиночка, держи, я побежал домой. Пять! Времени не хватало, я уже думала, что у меня вообще даже не будет готового блюда, что я уйду отсюда, просто потому что мне не хватило времени. Четыре! Бегу, делаю, орут, все орут. Я понимаю, что я уже не успеваю ни соус делать толком. И понимаю, что на соус времени нет, выпариваю просто апельсин. Думаю, ну и тут не про мене. Думаю, опять ляп, печенка идеальная, соус. Соус. Три. Два. Я не умею презентацию делать, не умею. Один. Время. Стоп. Пожалуйста, отойдите от ваших рабочих столов. Прошу выйти до нас. Оксана и Виктория. Ну, серьезно? Оксана Суркан с пози с Викторией выносит свои блюда к суде. И я был действительно удивлен. Ну, как так можно натупить? Молекулярка не назвать. Это дебилистическая кухня, наверное, больше так. Ну, как можно до такого реально было додуматься? Вот положить вот эту вот писюльку у этого языка. Ну, она действительно пришла так мало этого языка, знаешь, так пожлобски поступить судьями. Ну, я думаю, так еще не позволял никто на мастерше. Ну, Оксаны было видно на тарелке. Ну, это реально был провал. С этим сухариком, кончиком языка, ну, я не думаю, что можно было куда-либо подняться. Ну, к тем людям, кто стоит уже на балконе. У вас в распоряжении была целая свинячая туша. 200 килограммов свежего мяса. Мінимум 2 из них – это язык. Я сам не согласна. Да у меня собака больше чекит дома, чем ты приготовила вот эту страву, так непонятно. Нет, ну, Оксана тоже. Она как бы к этой свинне боялась подойти, потом там отрезала малюсенький этот кусочек этого языка. Я, в принципе, как бы не сама виновата, надо было стараться, там все ребята старались. Все участники были в однаковых умовах. Вы не заслуговываете навіть на черный фартух. Снимайте его. Зазвичай, мы в дрібницях пояснимо наши претензии до вас. Але в вашем случае мне не мое чего сказать. Вашей стравы просто не иснует. Вы могли взагалі нічого не класти на тарелку. И вона б виглядала набагато шляхетнейше, ніж за этим непорозумінням. До побачення, Оксана. До свидания. За что балуролась, на то и напоролась. Она поленилась, она реально. На, бери, она не взяла. Ну, это заслуженно. Тут настолько заслуженно было, что, по-моему, ни у кого сомнений не было. Я абсолютно согласен с решением Эктора и с такой резкой нападкой по причине того, что... Ну, действительно, это не то, чтобы грубейшее нарушение. Это вообще такое ощущение, как будто срать хотела на кулинарию, на все, что здесь происходит. Все, за что мы боремся. Мне как бы все равно, ушла Оксана или нет. Ну, как бы, чем больше ушло, тем меньше останется. Меньше останется, меньше надо людей побеждать. Меньше людей побеждать, быстрее придет благополучие в мою семью. Так все неожиданно вийшло, что там, он две минуты сказал, что это плохо, что это мало, а потом все, снимайте вашу фарту. Я же полякал усіх Эктор. Ну, не ждали, что это так быстро, сильно. Виктория, здаясь, что, если бы у вас была такая возможность, вы бы на свою тарелку поклали целиком усю свиню. Оху! Ну, и что, это плохо, или хорошо? Погано. Ваша страва складается из трех компонентов. Серце, кускус и соус тартар. С основным ингредиентом вы упоролися. Но вы знищили свой кускус, когда трамбовали его у формочку, и свой тартар, когда перебили огурки в блендере. Поверните поки що на своє місце, будь ласка. Спасибо. Ну, що ж. Татьяна і Женя, будь ласка, за своїми блюдами, проходіть. Татьяна так постаралась, я смотрю на нього блюда, і у мене довольно-таки красиво выглядит презентация, реально красиво. Ну, і бабушка, она там, ну, своїми шибкою поучилася, я смотрю. Мясо вже з пола не піднімає. Почки с горошком, с кукурузою, с голландським соусом. І як голландський соус. Я чувствую какой-то другой вкус немного. Ну, що-то мені вот так вот захотелось вот такое сделать. Добавили этот соус к овощам. Я овощи вместе с соусом, потом овощи процедила, соус взбила. Я смотрю на вашу презентацию, я вижу яркие краски, я вижу, что вы правильно расположили блюда на тарелки. Соус выглядит не очень опрятно, потому что его здесь относительно мало, да, и одного мазка было бы вполне достаточно, только он должен был быть крупнее. Женя. Задання звучало, ну, так, пиріг з лівером с сметано-чесниковым соусом. Женя, смотрите, вот первое, что бросается в глаза – количество начинки. Да, ее должно быть в два раза больше. Мне идея отличная. Мне очень нравится ваша идея. Но что это за исполнение? Обычно форму для тарта формируют, ну, из теста формируют руками. Почему вы этого не сделали? Почему вилкой? Евгений, еще в час приготовления я просил вас потурбовать себя про внешний вид пирога. Вы не слушали моего порода. И вам счастливы. Вы спасли, безусловно, вкусный пирог. Так же, как и вам, Таню, помогает ваш собственный соус. Мужу согласиться, его вкус стал гидной заменой голландезу. Вы обои маете право повернуть себе белые фартухи. Все, все, выборал. Не знаю, как дальше будете в шоу, но хочу в белом ходить. Я черный фартук очень тяжело пережила. И больше я его не хочу. Со своими блюдами Никита и Ангелина, пожалуйста, подойдите к нам. Это вырезка с грибным соусом и полентой. Это совсем не напоминает мне поленту. Так и хотелось, чтобы полента имела более плотную структуру. В вашем случае это похоже на манную кашу. Мне это очень странно. Почему? Потому что вкус хороший. Нежный, сливочный, бархатистый. Так, что с соусом грибным? Грибы сделаны вкусно. Вкус хороший, но это соусом назвать не могу. Это больше похоже на гарнир, потому что густое получилось все. Полента жидкая, соус густой. Все равно было наоборот. Удивительно. Задание было сделать баварские колбаски с тушеной капустой и пивным соусом. Когда вы начиняете сосиску, кишку мясом, мясо должно быть сырым. Вы сделали наоборот. Поэтому у вас порвалась кишка. И мясо, будем ждать откровенными, оно получилось суховатым. И овощи. Это такое классическое немецкое блюдо. Можно сказать, визитная карточка Германии. Но вы сделали не классическое блюдо. Вы добавили сюда черновский. Ну что ж. Хорошая ли это идея? Я видел, что вы працювали майже однией командой. Ваш результат подтверждает мою думку. Если поедать эти стравы, выйдет одна идеальная. Идеальная вырезка Никиты. Идеальная капуста с вдало доданным чернославом Ангелиной. Вы остались на проекте. Взрыв внутри. Да, мы это пахали полтора часа на славу. На балкон. Прибежали на балкон ребята. Все просто накинулись. Потому что они очень переживали. Большая половина участников за нас с Никитой. Больше всего переживали. Ну, я не могу радоваться за Никиту. Ну, пришлось изобразить такую радость на лице немного. Мы за вас очень рады. Виктория и Дмитрий. Виктория, у вашему завданні была лопатка с грибами, а не с грибным пюре. Ай, Виктория. Я не бачу жодного шматочка грибів у вашей тирилці. Ваш так званий вершковий соус також далекий від досконалості. Дмитре, вашим завданням була печенька з сочевицею і апельсиновим соусом. Але до чого тут укроп? Соус також не викликає в мене апетиту. Це, скоріше, апельсинове олія. Але я змушений визнати. Зі своїми частинами свині ви впорались достатньо вдало. Віко, лопатка у вас вийшла ніжною, хоча це одна з найжорсткіших частин душі. Дімо, ваша сочевице не переварена, а печенька соковита і без натику на гіркоту. Біли фартухи ваші. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И бегом! Наверное, быстрее всех мы бежали на этот балкон. И вся эта свинья, все эти пинцеты, все эти пилочки ушли. Знаете, мы таким вот грузом спали с нас. Ивана, мы чекаем на вас. Все, как солодчина гриль и соус сальса. Зизнаюся честно, свои овочи гриль вы зипсували. Они просто згорели. Вы не вдало обрали достаточно жирную часть шейка, но в принципе с мясом вы упорились. И теперь все решит вкус сальса. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, тупо так не хотелось ехти додому, чтобы вообще, чтобы... И судья, когда говорят, Вика, подойдите, без травы своя. И потом говорят, балкон спускайтесь. Я уже буду решать, ну, я же думаю, сейчас або я, або Вика. Я хотел, чтобы вылетел Ваня. Я так этого ждал. Я так уже дивился на их, который малышленный выкинул, чёрт тройматик. Чтобы оно двуличное поняло для себя урок, что не надо быть жизнью двуличным, надо быть самим собой. Чисто по моему мнению, мне бы хотелось, чтобы осталась Виктория, а Ваня из-за своего кипиша, из-за своей дерзости, как он отвечал девушкам, уйдёт. Я хотела, чтобы он ушёл. Всех было желание, чтобы Ваня ехал до дому, потому что, как называется, двуличная пылья. На самом деле, я хотела, чтобы они вдвоём пошли домой, потому что мне не нравится ни Ваня, ни Вика. Шановные участники, сегодня вы нас разочаровали. Иване, когда я до вас подошёл, у вас были проблемы с сальцией. Я порадил её переработать. Я попрошу вас сняти фартухи. Такое ощущение, что перед судьями стоял не Ваня, а стояла я. Я там и бледнела, и краснела. Я как осиновый лист стояла и ждала, что скажут судья. И знаете что? Ваша сальса просто неперевершена. Я фанат этого соуса. И вы действительно потешили меня сегодня. Одягните свой фартух. Браво! Виктория, своёю стравою вы должны продемонстрировать нам желание оставаться на проекте. Ваше сердце мало требует от нас оцей белый фартух. Но, на жаль, воно промовчало. Тому мы должны попрощаться с вами. Я хочу поблагодарить за то, что я попала в это шоу. Когда по телебанке смотрится, оно всё так легко, кажется. А тут оно всё так тяжело. Насколько физически, сколько морально. Но для меня это шоу. Ну, я думала, что я сильнейшая. А я оказалась через чур домашней. Я дякую. Виктория. Спасибо. Спасибо. Познакомились. Спасибо. Ваня остался, а Вике почему-то указали путь на дому. И, честно говоря, я даже прослезился немного. Мне вот настолько чисто по-душевному её было жалко. Обидно за Викторию, что ну, это было достойно. Она, ну, такое ощущение, что у неё была подготовлена что ли речь, но она говорила это искренне, от души. Конечно, жаль Викторию. Ну, так как она порядочный человек, с ней было о чём поговорить, допустим. Ну, и ответственность у неё на нормальном уровне. ДИВИТЬСЯ В НАСТУПНЕЙ ПРОГРАММЕ Станьте! Станьте в ряд! Кулинарный пазл. Порухайтесь, как черепаха. Виктор, всё в порядке? Это серьёзно, не всё в порядке. Да! Виктор! Иху! Виктор! Перекалку давай на мне! Начинается битва гладиаторов. Это свинство. Реально, мы как звери какие-то. а ну, пацаны! Ну, зачем мы это делаем? Пиздисты, нахуй! Прикутить до столи. Как ты мне ещё? Тихо, тихо. Хотелось снять эти ножки и побить её по голове, чтобы она поняла, что она не сама. Клайпетвёршки, да! Ёлка! Марина! 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 Дай мне их! Что она делает? Не пропустить! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...